Повторение деления многозначных чисел Повторение навыки деления в задачах и выражениях на порядок действий Проведем устный счет Первая цепочка 450 разделить на 9 равно 50 50 плюс 60 равно 110 110 минус 70 равно 40 Молодцы! Вторая цепочка 320 разделить на 40 равно 8 8 умножить на 10 равно 80 80 разделить на 40 равно 2 Третья цепочка 450 плюс 150 равно 600 600 разделить на 3 равно 200 200 разделить на 10 равно 20 Молодцы! Найдите значение выражения на порядок действий Номер 16 на странице 83 10000 отнять выражение в скобках 10 плюс 910 умножить на 85 разделить на 65 Для решения данного выражения определим порядок действий Первым всегда выполняем действие в скобках Если в скобках есть умножение и деление Действие выполняем по порядку Итак, определяем Первое действие умножение Второе действие деление Третье действие сложение Четвертое действие вычитание за скобками Запишем первое действие Умножаем 910 на 85 Получаем 77 350 Вторым действием 77 350 Делим на 65 Получаем 1190 Запишем третье действие 10 прибавляем 1190 Получаем 2000 В четвертом действии От 10 000 отнимаем 2000 Получаем 8 000 Не забываем 8 000 записать в ответ выражения Молодцы, ребята Чтобы перейти к следующему заданию Давайте вспомним, как найти скорость, расстояние и время Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время Чтобы узнать скорость, нужно расстояние разделить на время И чтобы узнать время, нужно расстояние разделить на скорость Решим задачу номер 11 на странице 83 Давайте прочитаем ее Электропоезд отправился из города в 9 часов 15 минут и прибыл на конечную станцию в 10 часов 12 минут. По пути он делал остановку на каждой из 12 промежуточных станций в среднем на 35 секунд. Сколько времени электропоезд находился в движении от города до конечной станции? И второй вопрос. С какой скоростью он двигался? Если известно, что расстояние от города до конечной станции 48 километров. Вырази расстояние в метрах, время в минутах. Выразим расстояние в метрах, время в минутах. 48 километров составляет 48 тысяч метров. 60 секунд составляет 1 минуту. 10 часов 12 минут это 612 минут. 9 часов 15 минут это 555 минут. Определим, какой это тип задачи. Правильно, это задача на движение. Запишем решение к задаче. Чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно от времени в пути отнять время с остановками. Время в пути и время с остановками нам неизвестно. Но в первом и втором действии мы можем их найти. Первым действием находим время электропоезда у пути. Для этого 612 отнимем 555, получим 57 минут. Во втором действии находим, сколько времени заняли остановки. Обратите внимание, 35 секунд в минуты перевести невозможно. Для этого записываем 35 умножить на 12 равно 420 секунд, что составляет 7 минут. Третьим действием находим время в пути без остановок и ответим на первый вопрос задачи. От 57 отнимем 7, получим 50 минут. Четвертым действием находим скорость электропоезда. Для того, чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. Для этого 48 тысяч разделим на 50, получим 960 метров в минуту. Чтобы записать ответ задачи, обратимся к первому вопросу. Сколько времени электропоезд находился в движении от города до конечной станции? Второй вопрос. С какой скоростью он двигался, если известно, что расстояние от города до конечной станции 48 километров? Записываем ответ задачи. Время в пути 50 минут, 960 метров в минуту, скорость электропоезда. Подведем итог нашего урока. Какую тему закрепили сегодня на уроке? Правильно, деление многозначных чисел. Какой тип задачи закрепили? Правильно, задача на движение. На следующих уроках мы продолжим закреплять изученный материал. Предлагаю вам выполнить домашнее задание, а именно решить выражение номер 14 и задачу номер 17 на странице 83. Спасибо за работу на уроке. Здравствуйте, ребята! Проведем урок русского языка для учащихся 4 класса. Тема урока – повторение орфограмм, изученных в 4 классе. Сегодня на уроке нам нужно повторить изученные орфограммы, уметь приводить примеры изученных орфограмм, развивать орфографическую зоркость. В 4 классе было изучено много правил. Правописание. Давайте проверим вашу орфографическую грамотность. Прочитаем шуточный стих. Гласные и согласные бывают такие опасные. Звук очень ясно слышится, а буква другая пишется. Проникнув в тайны фонемы, изучим эти темы. Орфография нам откроется, и плохим оценкам путь закроется. Что означает слово орфография? Орфография – это раздел науки о языке, изучающий правила написания слов. В переводе на русский язык оно означает правописание. Греческая орфа – правильно, графа – пишу. Итак, вперед на поиски секретов орфографии. Что такое орфограмма? Орфограмма – это такое написание слов, которое соответствует правилу. Начнем с безударных гласных в корне слова. Мы знаем, что они есть проверяемые и непроверяемые. Если нам нужно проверить безударную гласную в корне слова, мы должны изменить слово так, чтобы эта гласная стала ударной. А непроверяемые гласные мы должны проверять по словарю. Глухие и звонкие согласные в корне слова и на конце слова. Чтобы найти проверочное слово, надо изменить слово так или подобрать однокоренное слово, чтобы парный согласный стоял перед гласными или звуками Л, М, Н, Р, В. Берег – берега. Морковка – морковный. Или морковочка. Непроизносимое согласное в корне слова. Когда в слове встречается три или четыре согласных буквы, одна из них может не произноситься. Чтобы правильно написать непроизносимую согласную букву, надо подобрать такое однокоренное слово, в котором согласное произносится четко. Местность – место. Поздний – опоздать. Запомнить надо такие слова, как чувство – лестница. Удвоенные согласные буквы. Написание слов с удвоенными согласными буквами надо проверять по орфографическому словарю. Антенна. Коллекция. Аппетит. Правописание суффиксов. Суффиксы –ик, ек. При изменении формы слова гласная буква сохраняется. КАЛАЧИК, КАЛАЧИКО, КАРАНДАШИК, КАРАНДАШИКО. В суффиксе –ек при изменении формы слова гласная буква исчезает. КАМЕШИК, КАМЕШКА. ГОРОШИК, ГОРОШКА. В суффиксе –ок, онок, после шипящих –ж, ш, ч, щ, под ударением в суффиксе –ок пишется буква –о, крючок, пирожок. Без ударения –е, камешек, барашек. Правописание –о и е после шипящих и ц в окончаниях имен существительных. В творительном падеже под ударением пишем –о, без ударения –е, врачом, задачей, птенцом, птицей. Правописание приставок и предлогов. Приставка со словом пишется слитно. ПОБЕЖАЛ. ПРИГОРОДНЫЙ. НАПИСАТЬ. Предлоги со словами надо писать раздельно. Между предлогом и словом можно поставить другое слово или вопрос. ПО ТРОПИНКЕ. ПО ЛЕСНОЙ ТРОПИНКЕ. ПОЧЕМУ. Предлоги с глаголами не употребляются. Правописание сложных имен прилагательных. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвет, пишутся через дефис. ЯРКО – дефис красный. ТЁМНО – дефис зелёный. Правописание слов с твёрдым и мягким знаком. Мягкий знак разделительный. Пишется после согласных в корне или после корня перед буквами. Е, Ё, Ю, Я. Ружьё в юга. Мягкий знак показывает мягкость предшествующего согласного. Жизнь – апельсин. Мягкий знак – показатель формы имён существительного женского рода. РОЖ, ДОЧ, ТИШ. И мягкий знак пишется в глаголах второго лица единственного числа в окончаниях ЕШ, ЁШ, ИШ. ЧИТАЕШ, ПОЛУЖИТЬ. Твёрдый знак пишется после приставок, оканчивающийся на согласных перед буквами Е, Ё, Ю, Я. Подъехал. Объяснение. Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, НЩ и ЩН. В данных буквосочетаниях мягкий знак не пишется. ДЕВОЧКА, НОЧКА, ТОЧНЫЙ, ЧТЕНИЕ, МОЩНЫЙ, ГОНЩИК. Правописание шипящих согласных Ж, Ш, ЧИ, ЩИ. ЖИ, ШИ пишем с буквой И, ЧАЩА пишем с буквой А, ЧЩЩУ пишем с буквой У. ЖИЗНЬ, МАШИНА, ЧАЩА, ЧУДО, ЩЮКА. Правописание заглавной буквы в словах. Название городов, улиц, рек, озер, морей, имен, отчеств, фамилий, кличек животных пишется с большой буквы. Город Симферополь, река Салгир, Александр Сергеевич Пушкин. Подведем итог. Сегодня на уроке мы повторили изученные орфограммы, приводили примеры изученных орфограмм, развивали орфографическую зоркость. Домашнее задание. Выполните упражнение 307 на странице 139. Прочитайте, определите тему, главную мысль текста, какие слова передают ощущения автора от увиденного. Объясните написание пропущенных орфограмм. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. На этом наш урок завершается. Спасибо за внимание. Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. После того, как человек изобрел самолет и завоевал небо, людям захотелось подняться еще выше. Вы когда-нибудь мечтали полететь в космос? Почему? Отгадайте загадку и догадайтесь, о чем пойдет речь на уроке. Крыльев нет у этой птицы, но нельзя не подивиться. Лишь распустит птица хвост и поднимется до звезд. Правильно, ребята, это ракета. А тема сегодняшнего нашего урока – страна, открывшая путь в космос. Сегодня на уроке мы узнаем много нового и интересного о покорении космического пространства, о космонавтах, попробуем выяснить значение освоения космоса в истории человечества. Попробуем выяснить значение освоения космоса в истории человечества. Ведь именно наша страна первой проложила дорогу к звездам. А произошло это в 50-е годы, когда наша страна еще не успела залечить раны, нанесенные фашизмом. Нужно было восстанавливать города, наладить производство промышленных товаров и продуктов питания. В США и других странах считали, что нам понадобится не один десяток лет, чтобы возродить разрушенное хозяйство. Иностранцы и не предполагали, что наша страна сделает шаг вперед. Однако именно в нашей стране был впервые запущен искусственный спутник Земли и открыт путь в космос. Основоположником космонавтики являются Константин Эдуардович Циолковский и Сергей Павлович Королев. Эти два человека положили начало освоению космоса. В 1957 году, 4 октября, был запущен первый искусственный спутник. Затем полетела в космос собака Лайка. 12 апреля 1961 года в 6 часов 7 минут с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток». Впервые в мире космический корабль с человеком на борту ворвался в просторы Вселенной. Весь мир облетело новое ошеломляющее известие. Впервые в космосе человек. Им был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества пилотируемый космический полет на корабле «Восток». Все радиостанции мира, прервав свои передачи, возвестили. В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль с человеком на борту. Командир космического корабля Юрий Гагарин. Его полет длился всего 108 минут. За это время Юрий Гагарин доказал себе и миру, что человеческие возможности безграничны. Летчик-космонавт Алексей Леонов впервые в мире вышел из космического корабля в космическое пространство, удалившись от него на 5 метров. Побывали в космосе и женщины. Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. 20 февраля 1986 года появилась космическая станция «Мир». На ней жили и работали экспедиции не только советских космонавтов, но и космонавтов других стран. С помощью космических станций исследуют недра Земли, определяют местонахождение полезных ископаемых, управляют курсом кораблей в океанах. Ведется военная разведка, чтобы защитить границы нашей Родины от врагов. Люди старались запоминать такие памятные события. Их отражали на открытках, марках. В настоящее время российская космонавтика переживает не лучшие времена. Резко снижено финансирование космических программ. Ряд предприятий находится в крайне тяжелом положении. Но российская космическая наука не стоит на месте. Даже в этих сложных условиях российские ученые проектируют космические системы. Какие же еще события происходили тогда? К 1970-м годам большинство жителей страны проживало в городах. Тысячи семей смогли переехать из коммунальных квартир в отельные. В эти годы ценилось образование. Многие молодые люди стремились не только окончить школу, но и поступить в высшие учебные заведения. В стране строились новые заводы, мощные электростанции. Началась добыча богатых запасов нефти и газа в Западной Сибири. Но природные богатства не всегда использовались разумно. Началось сильное загрязнение окружающей среды. Ученые начали бить тревогу. Стали больше времени уделять изучению экологии. И в городах, и в селах люди трудились, надеясь на счастливую жизнь. Но дела в стране шли не очень хорошо. С большими сложностями столкнулась экономика страны. В середине 1980-го года к власти в СССР пришло новое руководство. В стране была объявлена политика гласности. Это означало, что все могли открыто высказывать свое мнение по любым вопросам жизни государства. Однако все усилия наладить жизнь в стране оказались напрасными. Советские республики стремились стать самостоятельными. В 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. Республики, входившие в состав СССР, стали независимыми. Такова была история нашей страны. И ее нужно знать, какая бы она ни была. После нашего урока в своих учебниках вы сможете еще раз закрепить все то, что сегодня услышали. А после этого выполнить задание на странице 150. Наш урок окончен. До свидания, ребята! Субтитры подогнал «Симон»!